Всем привет! Сегодня среда, горячие новости были в понедельник, но у меня такой канал, когда я это горячее не выпускаю, ну просто не успеваю, я наснимаю материал, потом его пытаюсь как-то запустить по порядку и в общем-то получается, что материал охлаждается, охлаждается голова, появляются новые сведения, в общем-то я потом это все выдаю такой полной информацией. А не знаете как это? Первый выпуск, второй, третий. В общем, что случилось? В понедельник утром была стрельба и не просто там в городе где-то перестрелка с кем-то, ночной клуб, это тоже здесь в общем-то встречается и не такая уж прям редкость, а была стрельба на площади, главной, скажем так, хорватской, можно сравнить с Красной площадью, наверное, Москвы или любой площадью любого такого большого города. В общем, Загреб, старый город, Марков-Тырк, церковь всем известная, такая интересная, прикольная, старинная и рядом в общем дума, там где думают главные хорваты. Ну в общем, парень подошел, 22 года, с пушкой, автоматом и в очередь выпустил по самому зданию. Стоял, естественно, на входе полицейский, есть такие неподтвержденные данные, что его до этого видел, заметил другой полицейский, что у него есть оружие, ну как бы, все, во-первых, произошло быстро, во-вторых, как бы не смел по протоколу стрелять в парня, как бы сразу стрелять, его убивать. В общем, пока они там собрались, сообразили, он уже начал стрелять по самому зданию, по фасаду и зацепил якобы полицейского. Ну знаете, я, конечно, не какой-то там бешеный стрелок суперский, но если стоит человек рядом с местом, где ты стреляешь, как бы понятно, что ты его зацепить можешь, плюс там закон рикошета и все такое. В общем, полицейский ранен в три места, рука и два бока, его сразу же отвезли в реанимацию, спасли, в общем-то, он сейчас в нормальном состоянии, даже, по-моему, не критично, в общем, все нормально, обошлось с полицейским. Парень же, естественно, понимал, что он натворил, что он сделал, стал убегать, как бы, от старого города вверх, это считается, как бы, лесная уже зона, и где-то там в той местности застрелился. Ну, естественно, стали копать, кто он, что он, почему, как, в общем-то, говорят, ну, это не политическое, это, как бы, это его какие-то там, из-за его каких-то, так сказать, проблем жизненных и каких-то психологических, в общем, он это сделал. Во-первых, хочу сказать сразу по этому Маркову Торгу, отличное место, я в Загребе жила 10 лет и нечасто, конечно же, туда заходила, потому что, ну, как-то не было особой надобности, скажем так. Ну, в общем-то, была, и была перед самим моим отъездом из Загреба до переселения, в общем-то, тоже прогулялись, там есть ночные клубы, тематические клубы, там очень прикольные улочки, там есть много музеев, интересных таких исторических зданий и дорогих сердцу настоящим загребчанам, скажем так. В общем-то, там живут люди, там ходят люди, там проезжают машины, там ничего не закрыто, там нет особой охраны, и есть даже такая Успенячин называется, это, ну, скажем так, открытый лифт, который поднимает наверх, потому что, если пешком топать это в горы, то немного обходить, путь красивый, дороги красивые, там рядом церкви, там рядом всякие тоже такие церковные сооружения прикольные, ну, в общем-то, есть где развернуться, там туристам даже. И вот, в общем, сейчас такая даже тема возникла и разговор, что, как бы, возможно, было бы логично вообще переселить здание, управление и всю эту власть куда-то, к чертовой бабушке, хотел сказать, переселить куда-то, где их, типа, могут адекватно защищать, ну, там, закрыть проезд, проход, пропускать. Кстати, сейчас пропускали вот эти дни только жители, там надо было показывать регистрацию, прописку, где-то что-то, или объяснять, кому идешь, на какое-то разрешение делать. Ну, в общем, такие вот дела, но, естественно, сам переезд невозможен, потому что это процесс долгий, длительный, документы, прочие глупости, кабинеты, да и вообще загреб после землетрясения, там, знаете, тоже особо выбирать, ну, думаю, так не приходится. В общем, что с парнем? Дело в том, что после войны в Хорватии, я не буду вдаваться в детали, все об этом знают, и я не хочу вставать на стороны, как бы, была война, не была, кто с кем воевал, почему и так далее. Я хочу сказать, что я эту тему хорошо знаю, знаю одну и вторую сторону, кто воевал, как воевал, что происходило, разные мелочи и подробности. И, в общем-то, я общалась с военными инвалидами, с людьми, которые не совсем правы были, с людьми, которые прошли лагеря. Я переводила книгу на русский язык для одного человека, который меня, в общем-то, нагрел за деньги. Так что не каждый человек, который прошел тяжести, животные трудности, не значит, что он в будущем не станет плохим человеком, скажем так, и не будет обманывать, и не будет тоже, знаете, таким вот говнюком, скажем так. Так, хорошо мне крови выпил, но не в этом суть дела. Интересное искусство и опыт для жизни. И вот хочу что сказать. У парня был, значит, дядя, который погиб во время войны, и отец, который воевал, который, естественно, вернулся с определенными психологическо-психическими, возможно, и физическими проблемами, работал позже в полиции, и в доме, естественно, как и вот до сих пор не утихает. Представьте, если до сих пор в Хорватии о 45-м не умолкают споры, разговоры, шумиха, расправы в этом смысле. Вот представьте война, которая была там чуть больше 20 лет назад. Ну и, в общем, что сказать, парни, вот эти идеи, диалоги, все это кружило, крутило, подкармливало, подпитывало. И, в общем, тут, по-моему, еще наложилась ситуация кризиса и плохой вот этой вот ситуации в самой стране, в Европе, да и во всем мире. Два брата старших его более-менее устроились, один в Германии работает, успешный, нормальный, и позвал его к себе. У парня было обучение, был стаж какой-то определенной работы, в общем, не дурак, и все нормально. Неплохой человек, неплохой парень. В соцсетях не часто был, ничего нигде он особо не комментировал, хотя перед стрельбой кое-что написал, невнятно, не ясно. Но так вот, тема просачивалась, как бы, его будущих перформансов. И, в общем-то, он вернулся из Германии, позвал его брат, он вернулся, получается, наверное, не получилось с работой, с заработком. Психанул нервы, стресс, наверное, ощущение бесперспективности. Говорил, что он иностранец в своем собственном государстве, и вот сотворил такое чудо. Естественно, в любом случае, очень жаль. Из плюсов, конечно же, что никто не пострадал, что это не был какой-то прям огроменный теракт, и что полицейский, в общем-то, выжил, потому что человек тоже, как бы, ну, не при делах, знаете, делал свою работу. Вот такие вот события.